В принципе, мы работаем по классификации Всемирной организации здравоохранения. На сегодняшний день существует электронная версия этих руководств. Это довольно удобная история, потому что, как вы видите, тут часть томов представлена в виде бета-версии. То есть, если мы посмотрим на то, как развивалась последняя классификация по уринарному тракту и мужским половым органам, то в 2021 году была опубликована бета-версия на сайте. Все, у кого есть доступ, могли знакомиться с ней, могли писать комментарии, в том числе, которые могли найти отражение в изменениях, которые вошли в напечатанную версию. И в 2022 году это издание было опубликовано в печатном виде, и сейчас мы имеем фактически издание 2022 года. Но, тем не менее, я не аффилирована с ВОЗ, но это очень полезное руководство не только для патологов. Это вообще книга не для патологов, а для всех специалистов, которые занимаются диагностикой и лечением злокачественных новообразований, потому что фактически суммируют современные представления о патогенезе, подходах к классификации, несмотря на все ограничения любых классификаций, которые устоялись в профессиональном сообществе на определенный момент времени. Это тот язык, который позволяет нам понимать друг друга, несмотря на то, что мы занимаемся разными аспектами лечения этих пациентов. Собственно, структура классификации не претерпела изменений по сравнению с последними двумя изданиями. Есть минорные изменения внутри, мы немножко их коснемся. В ваших рабочих тетрадях есть перевод на русский, который, собственно, соответствует тому, что имеется в клинических рекомендациях. Вы можете подробнее со структурой классификации познакомиться. Но что касается раздела неинвазивных уротелиальных новообразований, вообще, в принципе, если мы возьмем все уротелиальные раки, то у нас есть группа инфильтративного рака, относительно маленькая, не больше 20% всех случаев, и большая группа неинвазивных уротелиальных новообразований, которые составляют львиную долю, и что транслируется из классификации в классификацию, делится на две большие, опять же, неравные группы. На плоский рукав, который составляет также не больше 20%, и популярное образование, которые на сегодняшний день, и те, и другие, представляются, имеют этапную прогрессию. То есть у нас есть какой-то прекурсор, предшественник, факультативный, облигатный, у нас есть карцинома инситу или неинвазивная карцинома, и потом у нас развивается инфильтративный рак как вариант прогрессии. Насчет существования инфильтративной карциномы ДНОВА – это, в общем, отдельный вопрос, мы, может быть, немножко его коснемся. Но видите, тут немножко, так сказать, прозрачным светом изображена гиперплазия уротелия. Потому что, если мы посмотрим на динамику классификации последних трех изданий, то сначала вот она приобрела гиперплазия, вот это вот громоздкое название, как пролиферация с неопределенным злокачественным потенциалом. С чем это связано? С тем, что мы видим морфологические изменения, достижения молекулярной генетики во всех областях, в том числе и этой, к сожалению, не позволили нам обнаружить какое-то молекулярное событие, которое было бы с этими морфологическими изменениями константно связано. Но при этом мы знаем, что изменения по типу гиперплазии довольно часто выявляются перед тем, как устанавливается диагноз уротелиальной карциномы, или у пациентов, у которых уже установлен этот диагноз на каких-то этапных исследованиях. То есть есть определенная какая-то временная или пространственная ассоциация между этими изменениями и уротелиальными новообразованиями. Но нет никакой прямой связи патогенетической, которая бы говорила нам о том, что это не просто ассоциация, а взаимосвязь. Поэтому, если мы посмотрим на нынешнюю классификацию, этой категории просто как к отдельной субъединицы нет. Она есть в тексте, мы можем ее найти. Гиперплазия по факту никуда, ну то есть изменения, которые мы раньше так называли, никуда не делись, но категории этой на сегодняшний день нет. И это один из недостатков классификации, потому что фактически ее отсутствие осознано с тем, что мы не можем ее никуда привязать, не можем встроить в эту схему патогенеза. Но тем не менее, далее у нас довольно строгая концепция прогрессии для плоских образований своя, для популярных образований своя. У нас есть популярная уротелиальная нооплазия с низким злокачественным потенциалом, вот с такой вот смешной аббревиатурой у нас есть неинвазивные популярные уротелиальные карциномы, которые склонны к прогрессии лишь в небольшом проценте случаев, это не больше 20% случаев, но могут рецидивировать неоднократно, могут иметь изначально мультифокальную презентацию. Но видите, у них этапная прогрессия, как правило, через приобретение более высоких морфологических проявлений злокачественности, и только четверть из них, опять же, в свою очередь, прогрессирует до инфильтративных вариантов. Это классификационная схема, предложенная Всемирной организацией здравоохранения, и вы видите, она имеет непосредственную связку с грейдингом рака мочевого пузыря, если мы говорим про неинвазивные карциномы. И тут мы возвращаемся к вопросу, который до сих пор не закрыт, и существуют споры в профессиональном сообществе и в нашей стране, и в международном, относительно того, насколько хороша та или иная система грейдинга. То есть есть приверженцы трехступенчатой системы, которая была опубликована еще в 1973 году, и есть, собственно, сторонники актуальной системы двухступенчатой. Первые аргументируют свою позицию тем, что вот эта более детальная субклассификация позволяет морфологу дать клиницисту более детальную информацию. Но на самом деле, если мы вернемся к глобальным трендам в классификациях и посмотрим не только на рак мочевого пузыря, но и на другие локализации, то большая часть многоступенчатых схем подвергается редукции с уменьшением количества категорий, на которые мы должны подразделить вот это все множество субпопуляций. И связано это в первую очередь с низкой внутри- и межисследовательской воспроизводимостью. Это значит, что чем больше категорий, которые мы должны выставить, тем хуже патологи между собой и даже самим собой сходятся в том, в какую категорию данную конкретную ситуацию отнести. Поэтому вот эта вот детализация информации, она может быть не очень надежной, а если мы посмотрим вообще статистические данные, то в принципе вообще ненадежная. Что касается двухступенчатой системы, помимо того, что чем меньше категорий просто, тем проще на эти две кучки раскладывать, выше воспроизводимость межисследовательская, тут есть определенная патогенетическая подоплека. Потому что у нас вот эти вот два рукава, плоский и папиллярный, имеют разный молекулярный патогенез, разные молекулярные события, которые лежат в основе их развития. Если мы говорим о плоском пути, то ранней мутацией является мутацией в гене по 53, что приводит к выраженным орфологическим изменениям в виде тяжелой дисплазии интерэпителиальной в уротелии без формирования папиллярных структур и к быстрой прогрессии доинвазивных форм рака. Если мы говорим о папиллярном пути, то ранним событием является, как правило, мутация в гене FGFR3, что канонически определяет морфологию папиллярной уротелиальной карциномы низкой степени злокачественности. Это low-grade папиллярная уротелиальная карцинома. Эти опухоли могут персистировать. Вообще считается, что рак мочевого пузыря – это опухоль, которая ассоциирована с факторами внешней среды, в том числе с курением. Эти постоянные факторы воздействуют на это новообразование, неизбежно приводят к накоплению вторичных мутационных событий, дополнительных мутаций, которые могут возникать клонально, могут возникать в какой-то части этого новообразования, что приводит на самом деле не к ламинарной, а к ступенчатой прогрессии. И это и находит свое отражение в тех рекомендациях, которые нам дает актуальное руководство ВОЗ, потому что основная причина посредственной сходимости между патологами в отношении грейдинга рака мочевого пузыря при использовании двухступенчатого подхода связана именно с внутриопухолевой гетерогенностью. Потому что у нас есть большое образование, которое в целом имеет характеристики low-grade, но в какой-то своей части имеет характеристики, которые соответствуют критериям высокой степени злокачественности, и долгое время шли дебаты относительно того, какова доля вот этих тяжелых изменений достаточно для того, чтобы все это образование отнести к более агрессивным вариантам. И договорились к тому, что это будет 5% от площади опухоли, и соответственно, если 5% и более имеют такие характеристики, мы должны все образование популярное большое назвать карциномой high-grade. Если же менее 5% этот фокус, то мы должны репортировать, что это карцинома low-grade, но визуализировать в своем репорте, что имеются изменения, которые предполагают более агрессивное течение. Если честно, на мой взгляд, конечно, вот такие вот ситуации, когда мы на фоне большой площади low-grade имеем небольшие изменения тяжелой степени злокачественности, тоже должны быть, так сказать, визуализированы для клиницистов, чтобы вы понимали, что это не мономорфно high-grade карцинома, а гетерогенное образование, в котором имеется какая-то доля, 5, 10, 20, 50% high-grade компонента, тогда детализация информации является более легитимной, более соответствующей действительности и некоторым образом является эквивалентом того, что мы относили к G2-карциномам. Ну и, собственно, помимо непосредственных изменений в стратификации, методическом активности, ядерно-цитоплазматическом соотношении, есть так называемая гетерогенная дифференцировка, которая является автоматом, индикатором высокой степени злокачественности для уротелиальных карцином. Чаще всего это плоскоклеточная дифференцировка, вторая по частоте, это глондулярная дифференцировка, вот мы, собственно, можем посмотреть на пример, потому что вот у нас типичный уротелиальный рак, это опухоль из стратифицированного эпителия, но когда появляются вот такие вот дырочки, такие железистые структуры, напоминающие трубочки, это проявление глондулярной дифференцировки, это автоматом говорит о том, что вот эта зона опухоли, которая имеет такие характеристики, это high-grade участок. Но для того, чтобы оценить глубину инвазии адекватно, адекватно установить гистологический вариант опухоли и тем более вот так вот щепетильно ее градировать, нам с вами необходимо иметь хороший материал, качественный. Качество материала определяется вот этими двумя полушариями этого круга. Правое происходит внутри лаборатории патологоанатомической, а левое это то, что происходит до лаборатории. Это так называемый пре-преаналитический этап. Это тот этап, на который патологоанатомические отделения повлиять не могут. Это этап, который в ваших руках. И поэтому мы немножечко коснемся того, какие критические пункты должны быть вами учтены для того, чтобы вы обеспечили все, что от вас зависит, для получения адекватного материала. Собственно, вот они здесь перечислены. И начнем мы со времени холодовой ишемии. Это интервал времени от прекращения кровообращения в органе, если мы говорим об операционном материале, до его адекватной фиксации. Все слова важные. Потому что это не просто какая-нибудь фиксация, это не просто сбрызнуть формалином операционный материал, чтобы он пах, а это адекватная фиксация. Для этого надо в том числе выбрать адекватный контейнер. А кто хирурги? Поднимите руки, пожалуйста. Узнайте орган наполовину. Ну ладно, вы можете оставить свое мнение при себе. Кого интересует правильный ответ, я отвечу. Так вот, это то, как не надо делать. Если орган принимает форму контейнера, значит, вы неправильно выбрали контейнер для фиксации. Потому что оптимальное соотношение объема ткани к объему фиксатора 1 к 20. связано это с тем, что формалин очень быстро растворяет жир, и его концентрация при этом снижается. Поэтому чем более, ну прямо скажем, жирный орган вы фиксируете, тем более критичным является соотношение вот такого вот объема фиксатора и ткани. Если мы говорим о цистоктомии, как правило, это все-таки довольно богатая жировой ткани. Ситуация плюс лимфоденоктомия, поэтому соответствующий контейнер, который должен вмещать объем вашего материала, плюс 20-кратный объем фиксатора. При этом проникновение формалина, в общем, довольно ограничено. Он проникает примерно на 1 мм в час и примерно на 10 мм вызывает коагуляцию и далее сам блокирует свое проникновение. Поэтому образование большого диаметра должны быть рассечены на пластины толщиной не больше 2 см, а полые органы должны быть вскрыты. Мочевой орган – полый орган. Поэтому для его адекватной фиксации его необходимо вскрывать. Он традиционно вскрывается по передней стенке в виде Т- или УА-образного разреза. Но если опухоль локализуется по передней стенке, эта информация важна для патолога, в итоге для вас, потому что это может привести к тому, что мы изменим стандарт вскрытия, чтобы сохранить вот эту зону интактной, чтобы она адекватно фиксировалась и потом ее вырезать максимально щепетильно, чтобы оценить минимальные глубины инвазии в разные слои. То есть это вопрос коммуникации и взаимодействия. Но есть разный способ подготовки мочевого пузыря. Иногда его не вскрывают, иногда инстиллируют формалин внутрь. Но это, тем не менее, тоже необходимо делать в интервале холодовой ишемии. Ну, у меня, собственно, практически истекло время. Но тем не менее, эти моменты очень важны. Потому что чем мы с вами щепетильнее проходим вот эти вот простые, не ресурсоемкие на самом деле этапы, которые требуют просто организации, тем в большей степени мы можем потом с вами переходить вот к этим этапам, к молекулярным подтипам рака мочевого пузыря, к их внедрению в реальную клиническую практику. Потому что помимо сложности использования молекулярных методов, их не очень хорошей доступности, невысокое качество материала препятствует внедрению их в рутину. И в том числе это касается и таких методов, которые уже являются нашей рутинной практикой или ежедневной работой. Это PD-1 тестирование для рака мочевого пузыря. Потому что по современным рекомендациям, если материал подвергается PD-1 тестированию или должен быть на него направлен, оптимальное время холодовой ишемии, то есть до адекватной фиксации, особенно если мы говорим про операционный материал, должно быть не больше 30 минут. То есть в этом отношении даже вот такие, казалось бы, простые иммуногистохимические тесты критическим образом зависят от того, что происходит с материалом задолго до того, как он попадет на это исследование. Ну и собственно мы про рак мочевого пузыря помним, что это опухоль, которая имеет разный уровень PD-1 экспрессии, что ассоциировано и с прогнозом течения заболевания, помимо того, что ассоциировано с ответом на соответствующие иммуно-онкологические препараты. Основной вклад в позитивность вносят именно иммунные клетки, а не опухолевые клетки. Опухолевые клетки порядка 1,5% случаев позитивны. На сегодняшний день у нас в стране доступно на самом деле три клона это СП-263, 22С3 и СП-142 для тестирования. В принципе они имеют регистрационное удостоверение и эти препараты для рака мочевого пузыря тесно связаны с иммуно-онкологическим препаратом конкретным. То есть если мы будем говорить про рак легкого, у нас есть определенная возможность взаимозаменять тест-системы вне зависимости от того, какая терапия планируется для рака мочевого пузыря, если вы знаете, что вы планируете использовать отезолизумаб или схемы с этим иммуно-онкологическим препаратом, эта информация важна для лаборатории, для того, чтобы при возможности выбора выбрать оптимальную тест-систему, оптимальный клон для тестирования PD-L1 статуса. Ну и в нашей стране на сегодняшний день существуют различные системы поддержки тестирования. Если у вас в вашем учреждении или в вашей лаборатории нет возможности вообще в принципе или в этот конкретный момент времени выполнить этот тест, вы можете воспользоваться программой РУСКО. И помимо PD-L1 тестирования можно еще выполнить и тестирование FGFR мутации, что определяет показания к соответствующей терапии, о чем я думаю сегодня мы еще будем говорить. Ну собственно есть четыре центра в Петербурге на базе ЛДЦМИПС, выполняется это тестирование и занимает в нормальном режиме около 10 дней, то есть это вполне доступная история. Необходимо зарегистрироваться на сайте, если есть какие-то вопросы, вы можете по этим препаратам обратиться по этому QR-коду. АПЛОДИСМЕНТЫ